У меня классная новость. Прежде чем начнете смотреть новое видео, короткая информация. Я провожу новый розыгрыш у себя на канале. В этот раз я разыгрываю камеру GoPro 5. Это самая новая, самая последняя и самая дорогая модель. И второй приз это нож из моего интернет-магазина Ragnar.ru. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно выполнить всего 4 простых действия. Первое это подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Поставить лайк к этому видео, комментарий к этому видео, указать ссылку на свою страницу ВКонтакте. И поделиться этим видео у себя ВКонтакте на стене. Розыгрыш я проведу ровно через 2 недели. Все подробные условия участия в конкурсе и правила смотрите в описании к этому видео. А сейчас смотрим новое видео из Европы. Друзья, привет всем. Первый день. Начало нашего похода. Мы еще не вышли из порта, но и пока тренируемся. На мачте первый раз все залезли. Я сейчас стою на высоте примерно 15 метров над уровнем моря на мачте. Это называется Марсовая площадка. Качает очень сильно. Булки сжимаются очень крепко. И отпускать, ну в общем-то ничего отпускать не хочется. Хочется за все сильно держаться. Ну а вообще да, незабываемое ощущение. Там выше прям все ходит ходуном. Вот на этой мачте. Все очень так подвижно, подвижно. Потому что ходит мачта, качается волна. Плюс вот эти поперечные, как они называются? Ну короче, вот эти поперечные мачты, они тоже двигаются относительно друг друга. И такие интересные ощущения возникают. Отходим от берега. Корабль, пусть меняет медленно. Даже когда вы повернули сколько ручек, в первые 15 секунд ничего не произойдет. Просто ничего не произойдет. Поэтому неопытно рулевой повернул ручку, ничего не произойдет. Еще надо. Еще надо. Пять ничего не произойдет. Еще надо. И вот он доходит до состояния, когда у него руль на борт. Потом корабль начинает поворачивать. Сказали ему, например, держать, ну допустим, на левый остров. Вот тут повернул свои там, выкрутил. О, корабль начал поворачивать зримо. И он такой гордый стоит, корабль поворачивает. Все хорошо. То есть долго, а только он не надо. Корабль приходит на курс носом на вот левую конечность острова. А что делает рулевой? Он счастлив. Корабль повернул. Ничего не надо делать. Понимаете, что с каждой секундой корабль ускоряется в повороте. Еще через 3 секунды рулевой начинает понимать, что что-то не так. Когда корабль не туда едет. Потом он осторожненько так. Ничего не произошло. Еще осторожненько. Опять ничего не произошло. А руль-то у нас на борт. Мы-то разогнаем с поворот. Пока до рулевого доходит, что у нас руль на борт. Корабль сейчас развернется вообще туда. Проходит очень много времени. Поэтому давайте не будем таким привык. Давайте осознаем, что у нас есть положение, когда колеса прямо. Вот здесь вот марочка на передних. Смотрите. Она одна на всем... Это штуртрос, когда он на первом шлаге посередине. Вот эта марочка прямо. Это прямо руль. В принципе, вот это положение, когда машина должна ехать прямо. Это не обязательно. У нас могут быть другие факторы. И он может разворачивать паруса, машины и так далее. Но вот, по крайней мере, руль у нас прямо. Поворачиваем мачту по ветру. Погнали, затем... Подождите, наверное. Вы должны по нам овести. Давайте, извините, ведь... Однажды Грегори О'Нейл решил спуститься с гор. Ведь не был он еще женат до этих самых пор. Свиней на ярмарке загнал и двинул прямо в баб. Загадку старую задать какой-нибудь из баб. Загадки этой научил его старик-отец. Когда к тому по старости приблизился пиндец. Ну, в общем, так выглядит первый день нашего морского перехода. Мы вышли в первую половину дня. Сейчас вечер, 8 часов. Корабль идет круглосуточно. Поэтому на корабле организована круглосуточная вахта. То есть у нас три команды. Мы дежурим по 4 часа и меняемся. И это круглосуточно. То есть это цикл постоянен. Нельзя оставлять корабль без присмотра. Всегда кто-то должен быть на палубе, на парусах, на штурвале. На носу смотреть вперед. Самочувствие так себе. Морская болезнь. Очень укачивает. Практически большая часть уже проблевалась. Я тоже советую по противодействию морской области. Это выходить на свежий воздух, наверх, на верхнюю палубу. И стоять смотреть в горизонт по ходу движения. Тут есть воздух свежий. Ну и просто какие-то ориентиры. Внутри, в трюме, в помещении находиться категорически нельзя. То есть там укачивает вообще моментально. То есть я дежурил по кухне. Ну, я, конечно, до конца достоял. Убрался, посуду помыл. Но у меня, короче, под конец и выбежал. За борт и опрокинулся. Тут уже. В целом, лица у всех сегодня не очень веселые. У всех штормит, нутит. Ну, пообещаю, что пару дней так будет. А потом организм тянется и будет легче. Еще достаточно хорошо себя чувствуешь на ближайшем положении. То есть когда здесь же наверху, на верхней палубе ложишься. Либо в трюме на этих, на гамаках. То есть я сейчас спал на гамаках. Ну, в принципе, тоже там пару часов поспал нормально. Гамак относительно, не так сильно качается, относительно земли. То есть центра тяжести. И поэтому полегче тоже становится от этого дела. Ветер хороший. Идем на раскрытых парусах. Очень так здорово. Но за счет этого корабль очень сильно мотыляет влево-вправо. Саня. Ты откуда? В Сербург. С Питера. А вот Питер люблю я. Решки бывают там. Саня, расскажи пару слов. Впечатлений о сегодняшнем дне. Любишь ты регату? Или уже все, домой можно? Да нет, порядки, порядки. Ничего. У меня это полегче просто проходит. Почему ты часто плаваешь? Нет, первый раз. Ну, просто оно как-то так работает. Организм, видимо, что не чувствует. Какие-то там поклесения. Поэтому в порядке. Поспал, покушал, даже приготовил. В последний раз накормил. А, ты готовил? Я не ел что-то, я не хочется есть. А, ты вообще не хочешь? Нет. Ну, не хочется. Не очень лезет пока. Я ставлю. Это на завтрак. Учимся, стараемся, что труса подняли. И спорта мы вышли. За штурвалом стоим, все в порядке. Все безопасно, все нормально. Качки, ну, не сильные, говорят. Но мы еще не вышли далеко. Нам кажется, что сильные, а капитан говорит, что это еще вообще фигня. Когда выйдем в Бискальский залив, там будет вообще караул. Там речь идет о том, что вот у нас сейчас, видишь, крен корабля, он плюс минус, немножко наклоняет, а жесть, говорит, может быть, когда он пойдет там по-другому 45, постоянный крен. И вот когда ты по волнам плюхаешь на своих пятен, бьет, и, соответственно, там это все немножко по-другому ощущается. Посмотрим, как будет. Вроде как мы-то сознательно попадать в эту историю не будем. Незабываемое ощущение. Да? Все нормально. Это Миха. Его накрыло жестко. Что, отпускает нет тебя? Пока лежишь, да, ничего. Ну, его прям нормально так прищемило. Это Даня. Скажи пару слов. Как тебя? Это чудесное мероприятие. Я не могу, как люди все слышат. Они все слышат, да? Правда, не скажешь. Я думал, все хорошо. Да. Панамин, зелененькие, а так все нормально. Еще непонятно. Первый день сам тяжелый. Хорошо, что есть надежный бадди. Кстати, как в камаке? Нормально, да? Это свал. Маки вообще нормально. Мне нравится уже прям. Да? Кайфанул. Я отбручился. Камак очень коварный. Ложишься и часы. Да, да, да. Все. Почти как интернет, да? Открыл на 15 минут, прошло 4 часа. Справа кончается. В общем, посмотрим, как дальше пойдет, ребят. Пока держимся. Хорошее настроение нам. По будного ветра, да? По будного ветра, да. Чтобы не сильно качало. Ночь сегодня будет веселая. По будного ветра, да? Сейчас к нам приплыли дельфины. Ну и какое-то время плыли рядом с нами. Им прикольно смотреть на нас. Мы для них тоже интересны. Мы смотрим на них, записываем, ну, необычных дельфинов. Вот это море я еще не видел никогда. Шоу, брасы! Шоу, брасы! Давай, давай, давай! 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 Может, надо бы чаще проверять. Ага. Ага. Мясо не дали. Да, веревка на другой не плюет. Может, это большой череп. Может, это большой череп? Дааааа... Сейчас батин завтрак выйдет. Чего куш ты лучше? пересекаем какой-то судоходный маршрут смысла на мысль здесь прямая идет ходят сюда больше грузы крейсера и мы его проходим и очень много плавающих судов вокруг там далекие один здесь раз-два вот близко вот один там сзади осталось и уже прошли на штук пять или шесть то есть по правому борту по левому прям такое движение оживленная как нам коде море кстати действует тоже правило правой руки уступает тот кто тот у кого помеха справа как на автомобильной дороге и второй приоритет это более мощное судно сюда уступает более слабому если идут два судна допустим он идет на двигателях а мы идем на парусах то у нас должен пропускать потому что мы более слабое по мощности судно и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»